Далеко не каждая подводная улитка может увидеть мир людей. Мир, в котором жужжат машины, куда-то бегут люди. Мир, в котором огромные деревья и кустарники зеленцой тепло окутывают бездушные бетонные стены серых зданий. Посмотреть на мир людей для улитки, живущей под водой, это как человеку побывать в космосе, а может быть даже в другой вселенной. Вряд ли этот маленький моллюск в пакете вообще подозревал о существовании такого мира. Но его удивительная история начинается не сейчас, а намного раньше. Посмотрите на эту крошку. Она совсем недавно вылупилась из икры и изучает мир вокруг. Впереди ее ждет еще масса всего интересного, любопытного, вкусного, но многое будет зависеть от людей. От того, в чьи руки она попадет. От того, насколько тщательно будут продуманы условия содержания этого малыша. Кто окажется соседом? Эта улитка сейчас размером не больше семя кунжута и наверняка даже не догадывается, что люди таких улиток называют спикси. Это не единственное название, часто их еще называют улитка эльф или эльфийской улиткой. С такими малышами в одном аквариуме могут находиться исключительно некрупные рыбки, желательно мирные. Но даже некрупные данио периодически проявляют интерес к малышу спикси, ведь он так похож на корм. Частое беспокойство улитки может привести к тому, что она спрячется в раковине и закроет свою дверцу. Они так делают часто, особенно когда угрожает опасность. Иногда даже могут зарыться в грунт, но не очень глубоко. До выключения света она так и будет прятаться в своем домике. Однако в полной темноте наступает ее время. Время поиска корма. Большинство рыб в темноте практически ничего не видят и точно не будут мешать улиткам спикси заниматься их улиточными делами. К тому же эльфы чувствуют себя в темноте прекрасно и в темное время суток ведут активную жизнь. Сегодня этих улиток не вылавливают в живой природе. Они не только хорошо прижились в аквариумах, но и замечательно размножаются в искусственных водоемах. Поэтому аквариумистов нет нужды вести за ними охоту. Наш малыш спикси даже не представляет, что его предки живут в далекой Южной Америке и очень широко распространены в Аргентине, Боливии, Парагвайе, Уругвайе и Перу. Заселяют пруды, медленно текущие ручьи, реки и даже канавы, выбирая места с углинистым или песчаным дном. Особой популярностью у диких сородичей спикси пользуются места с большим количеством подводных растений. Растения эти улитки любят не только за то, что они являются естественным укрытием от опасных подводных обитателей. Наш малыш уже не первый день питается растениями и достаточно быстро растет. Расти ему нужно как можно быстрее, ведь опасностей вокруг много и даже его более взрослые сородичи, включая родителей, могут его рассматривать как корм. Это сейчас малыш спикси питается растениями и иногда в качестве корма может полакомиться водорослевыми обрастаниями, но с каждым днем он становится все больше, больше и больше. Совсем скоро его вкусовые предпочтения начнут меняться. Прошло время и наш спикси стал уже достаточно взрослым. Теперь начинается его первое путешествие. В таком возрасте с разводней он отправится в зоомагазин или аквасалон. По России они могут попасть в любую область страны, но в Соединенных Штатах Америки не в каждый штат разрешен ввоз этих улиток. Так как они считаются улитками-вредителями, спикси входит в список 100 наихудших чужеродных видов в мире, которые могут легко адаптироваться к новым условиям в живой природе и потенциально воздействовать на экосистему. Продолжение следует... А тем временем наша улитка достигла пункта назначения. Именно сейчас ей предстоит впервые адаптироваться к новым условиям. Зачастую вода на разводнях и в магазинах отличается, именно поэтому первое время улиткам придется не сладко. Хотя если в магазине работают опытные сотрудники, они наверняка заранее подготовили необходимые эльфам показатели в аквариуме. Наилучшей температурой воды для спикси является диапазон от 24 до 28 градусов. Температура воды напрямую влияет на активность этих улиток. И чем ниже температура, тем менее активны эти брюхоногие. Кислотность от 7 до 8. Похоже, нашей улитке понравился новый аквариум. Она готова изучать свой дом, однако населению аквариума она тоже понравилась. Рыбкам интересно познакомиться с соседом и, конечно, попробовать его съесть. После дюжины неудачных попыток у рыб пропадает интерес к спикси. Они оставляют улитку в покое, а наш эльф, кажется, проголодался. К этому возрасту он готов питаться не только растительной пищей, но и более мелкими улитками или их икрой. Однако, если белковой пищи не будет, он примется поедать растения. Кажется, растений в аквариуме нет. Что ж, с пикси улитка всеядная и на крайний случай будет питаться водорослями. Наша голодная улитка не нашла корм, но не стоит расстраиваться. Настало время кормить рыб. И часть корма обязательно упадет на дно аквариума. Спикси отлично подъедают остатки корма, которые остались несъеденными. Попали между камней и другие труднодоступные для рыб места. Очень многие улитки и эльфы не исключение являются детритофагами, то есть не прочь полакомиться разлагающейся материей растительного или животного происхождения. Они своего рода санитары в аквариуме или, как многие выражаются, падальщики. Но это красивые падальщики, полезные улитки в замкнутой экосистеме. В магазине наш Спикси освоился, подрос и готов к переезду в новый аквариум. Теперь его продают. Стоит сказать, что улитки-эльфы не так часто встречаются в продаже. И поэтому их достаточно быстро покупают. Ведь у них множество плюсов. Помимо того, что они подъедают остатки корма и тем самым не дают портиться в воде, они пусть и не глубоко, но роют грунт. Это очень важно в аквариумах с песком. Когда песок не роет, он слеживается и в нем образуется газ, опасный для обитателей аквариума. Улитки Спикси незначительно, но могут влиять на популяцию нежелательных улиток. При недостатке корма они подъедают и мелких улиток, и их икру. Хотя с убийцами-хеленами их сравнить сложно. Они не конкуренты. Могут немножечко помочь с водорослевыми обрастаниями. В общем, их работа в аквариуме незначительная, но аккуратная. При этом они не вырастают огромными, как ампулярии. Максимальный размер 2-3 сантиметра. Не откладывают икру на оборотной стороне аквариумного стекла. Единственный минус – это возможен вариант поедания аквариумных растений, и то в юном возрасте. Исключительно мягкие растения. Такие растения, как анубия, спикси попросту не по зубам. При этом они могут адаптироваться к разным условиям содержания. Неприхотливы и непереборчивы в еде. Не нуждаются в особом уходе даже в период размножения. А вот и покупатель. Кажется, наш спикси обрел хозяина и отправляется в свой новый дом. Сейчас ему предстоит последнее путешествие – в аквариум, в котором он проведет остаток своей жизни. Продолжительность жизни у спикси обычно составляет от 3 до 5 лет. Многое будет, конечно же, зависеть от условий содержания. А эти самые условия начинаются с объема аквариума. Эльфам нужен аквариум хотя бы на 10 литров. Важно, чтобы в этом аквариуме циркулировала вода через фильтр, подходящий для объема аквариума. Это гарантирует правильный азотный цикл. Переработку аммиака в нитриты, а нитриты в нитраты. Большое количество этих вредных веществ пагубно влияет на улиток. Ура! Новый аквариум! У этого аквариума установлена внешняя фильтрация. Это лучший вариант. Температура воды здесь 26 градусов, что также важно для комфортной жизни эльфийской улитки. Очень хорошо, что в качестве грунта в этом аквариуме песок. Нашему спикси точно понравится. Будет куда зарыться и спрятаться днем. Ведь отсутствие грунта или неподходящий грунт у улиток вызывает стресс. Теперь важно узнать, насколько кислая вода. Для этого необходимо протестировать воду специальными капельными тестами. Нежелательно, чтобы PH был 6,5 и меньше. Если улитка продолжительное время будет находиться в кислой воде и ее раковина начнет разрушаться. В домике начнут появляться маленькие отверстия и ни к чему хорошему. Это конечно же не приведет. Субтитры создавал DimaTorzok Стоит отметить, что владелец нашей улитки заботится о спикси. Посмотрите, что он делает. Яичная скорлупа состоит из карбоната кальция на 98%. Оставшиеся 2% это бор, железо, марганец, магний, молибден, сера, немного кремния и цинк. Отличная подкормка для улиток, которая позволяет сохранить раковину улитки красивой, прочной и здоровой. Кальций в рационе покрывает дефицит минералов в воде. Главное, яичную скорлупу как можно лучше измельчить. Прошло достаточно много времени. Нашему эльфу уже 5 месяцев после вылупления. К этому времени он полностью сформировался, окреп, перестал бояться соседей и стал неплохим конкурентом за донный корм. Посмотрите, как он держится за вкусную таблетку для самов. Никто теперь не сможет отобрать ее у нашего спикси. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно с уверенностью сказать, что ему повезло с соседями. Хорошо, что в этом аквариуме нет хулиганов-барбусов, которые очень любят подергать улиток за усишки. Нет цихлит и боцы, которые могут съесть нашу эльфийскую улитку. Нет прожорливых золотых рыб, которые случайно заглатывают все, что помещается в рот. Большую опасность улиткам представляют раки и некоторые виды креветок, например, макробрахиум. Спикси не нуждается в сородичах. Он отлично может жить в полном одиночестве. Однако наш эльф стал половозрелым. Эти улитки не являются гермафродитами, а самку от самца у этого вида улиток очень тяжело различить. Только опыт аквариумиста подскажет, что самки немного крупнее самцов. Но в большинстве случаев владельцы аквариумов покупают не по одной улитке, а сразу пять, а иногда и больше. В таких группах обычно всегда попадаются и самки, и самцы. Для удачного размножения желательно температуру воды сделать повыше, до 30 градусов. Самки эльфийской улитки всегда откладывают икру исключительно под водой. А вот и кладка. В этот раз кладку самка решила отложить здесь. Но стоит сказать, что кладку в аквариуме можно найти где угодно. На стекле, корягах, камне и на растениях. Но на дне аквариума никогда кладку не оставляют. Обычно икринок немного, от 10 до 30 штук. В этот период важно хорошо кормить улиток с пикси. В противном случае они могут съесть свою икру. Примерно через 2-3 недели у нашего с пикси появится потомство. Наш эльф может скрещиваться и с другим видом улиток, с моризой. При этом у них будет жизнеспособное потомство. Внешний вид очень будет похож на с пикси, однако такие гибриды будут истреблять растительность в аквариуме под ноль. А вот и наш первый малыш. Впереди у этой эльфийской улитки еще целая жизнь, но наша история подошла к концу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова